Лудоманию среди государственных служащих Карагандинской области выявило управление Агентства по делам Государственной службы Республики Казахстан. По вопросу азартных игр в Караганде прошло совещание. Наш корреспондент расскажет подробнее. 8 июля этого года президент Хасам Жумар Тукаев подписал законопроект, касающийся игорного бизнеса и лудомании. В частности, расширен список категорий лиц, участие которых в азартных играх запрещено. Открыл заседание руководитель управления контроля в сфере Государственной службы Департамента Агентства по делам Государственной службы Бахтиар Макеев. Он отметил, что стремление к легким деньгам может поразить любого человека, независимо от возраста или положения в обществе. Мы внесли ряд изменений в кодекс поведения госслужащих. В частности, им запретили заниматься азартными играми. В связи с этим мы пригласили специальных спикеров и провели семинар-совещание для государственных служащих. Эту болезнь нужно искоренять. Главой государства перед правительством, в том числе агентством Республики Астан по финансовому мониторингу, поставлена стратегическая задача по снижению доли теневой экономики до 15% к 2025 году. За нашим агентством определены пять показателей. Финансовая пирамида, незаконный игорный бизнес, контрабанда товаров, контрафактные продукции, блокирование доступа к запрещенным сайтам, ликвидации криптообменников. Одним из которых является незаконный игорный бизнес. Главой государства на заседании Совета безопасности рассмотрены вопросы по игровой зависимости среди населения. По словам специалистов, есть ряд методов лечения от зависимости. Однако наилучшая помощь – это поддержка близких людей. На совещании рассказали о видах лудомании, их развитии, причинах, а также профилактике зависимости. К сожалению, это беда, которая может случиться с каждым из нас. Никто из нас не скажет, я самый умный, я самый правильно все понимающий и делающий, и у меня этого не будет. К сожалению, такого мы, никто из нас от этого не застрахован. Во-вторых, это беда, из которой, ну, как и любая другая зависимость, к сожалению, это навсегда. Это навсегда, без должной поддержки, без должной помощи и профессиональной поддержки. Человек, что называется, поставлю и соскочу, да, вот на сленге лудоманов выражаясь, к сожалению, такого не получится. Да, это навсегда, и из этого очень точно тяжело выходить. В завершение лекторы посоветовали регулярно проводить профилактическую разъяснительную работу с работниками и ответили на вопросы участников совещания.